Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот только что я записала видео, большое, очень длинное, никак не уложилось меньше, и рассказала подробно, как можно готовить лук к посадке лук-севок. Сейчас вот это короткое видео, я расскажу в какой последовательности нужно лук готовить. Первый этап у нас это конечно сортировка. Вот достали, если вы откуда где он хранился, или принесли с магазина, зачастую он бывает такой влажненький, отсортировать, плохие убрать, ничего пока не делать, не обрезать, ничего. Первое, вот сортировка. Второе, прогревание. Вот этот этап прогревания считается одним из самых важных, но здесь такой нюанс. Обычно советуют прогревать начинать задолго до посадки. Вот есть один способ, прогревают в течение недели при температуре 30 градусов. Это или как-то укладывают на батарею в картонные коробки, или вблизи отопительных приборов. Говорят, что это самый действенный, еще бабушкин метод, на печке где-то на теплой неделю целую прогревали. Если нет, упустили вы время, как я уже говорила, можно использовать солнечный прогрев или экспресс-метод горячей водой, потом сразу холодный. Все. Если будет время, я о каждом методе расскажу подробно, может быть даже покажу. И вот только после прогревания мы начинаем замачивать в растворе от вредителей. Так, мы сначала от вредителей, а потом уже протравливаем от грибков и от всего остального. От вредителей тоже. Кто-то замачивает в соляном растворе, кто-то замачивает в растворе дегтя, кто-то замачивает соляной деготь на шатырный спирт. Вариантов много. Вы должны выбрать тоже сами, но вот несколько, если я смогу, успею по времени, у меня просто очень много рассады томатной. Луку уделяю время я поменьше, но если я успею, я какой-нибудь один обязательно вам покажу. И только после того, как мы вот этот вот сделаем обработку от вредителей, только после этого самый, ну мы промываем, конечно, после соли, после всего этого. И только после этого мы начинаем протравливать от грибковых и других заболеваний марганцовкой или фитоспорином или медным купоросом. Тут тоже вариантов очень много, но последовательность такая. Сначала перебираем, потом прогреваем, потом замачиваем от вредителей, потом протравливаем от болезней. И самое последнее, стимуляторы. Хотите вы, делайте эту процедуру, хотите нет. Ну как считается, что лук и сам по себе имеет массу питательных веществ, что стимулирование не обязательно. Просто можно добавить в землю золы. Вот это природный стимулятор. А вот такие магазинные стимуляторы, эпинофектон, можете применять, можете нет. Это по желанию. А вот первые три, все-таки специалисты рекомендуют прогревание, обработка от вредителей и обработка от болезней. Все. Вот в такой последовательности, вот так вот сложно мы готовим лук-сивок, если хотим получить без проблем богатый урожай. Продолжение следует...